Эллис Питерс. Ярмарка святого Петра. Читает Алексей Багдасаров. Накануне ярмарки. Глава первая. Начало всей этой истории было положено на обычном ежедневном собрании капитула Бенедиктинской обители святых Петра и Павла в Шрусбери, состоявшемся 30 июля в лето Господне 1139 года. Капитул был созван накануне Петрова дня, и потому собрание было полностью посвящено подготовке к подобающему чествованию небесного покровителя аббатства. При основании аббатство было освящено во имя святых Петра и Павла, однако святой Павел частенько оставался в тени. Порой его имя не упоминалось даже в официальных бумагах. Время — деньги, и песцы ленились заносить в протоколы капитула полное наименование аббатства, ведь в ходе каждого заседания оно поминалось не один десяток раз. Правда, в последнее время, с тех пор, как закормило обители взялся аббат Радульфус, им пришлось тщательнее вести записи, ибо он не терпел ни малейшего небрежения и был равно суров как к себе, так и к подчиненной ему братьям. До начала заутренней брат Катфаэль уже был в своем садике. Он любовался цветущими маками, однажды вывезенными с востока, и прикидывал, когда придет время собирать семена. Сейчас, в разгар лета, уже можно было рассчитывать на богатый урожай. Тем паче, что весна выдалась мягкой и влажной, благодаря таянию обильных снегов, а первая половина лета — жаркой и солнечной. К тому же, жара с лихвой возмещалась дождями, вызывавшими к жизни буйную и свежую поросль. Близилась пора косить густую и сочную траву, да и пшеница с нетерпением дожидалась серпа. Как только закончится ежегодная ярмарка, настанет время жатвы и сенокоса. Катфаэль наслаждался ароматами своего крохотного царства. Напоенные утренней росой травы испускали благоухание под первыми лучами солнца. Иные церковные аскеты усматривали нечто греховное в подобном чистом восторге. Брату Марку, трудившемуся на этой благодатной ниве вместе с Катфаэлем, работа доставляла столь великую радость, что юноша порой всерьез подумывал, не должен ли он покаяться и смиренно принять епитимью. Впрочем, брату Марку по молодости лет это было простительно. У Катфаэля имелось поболее здравого смысла, и подобных угрызений совести он не испытывал. Господь одарил смертных несчетными дарами своими, дабы они восхищались и радовались. Равнодушие же можно счесть неблагодарностью вседержителю. Еще до заутрени брат Катфаэль успел два часа поработать в саду. Никаких поручений, связанных с проводимой аббатством ярмаркой, на которой сейчас было сосредоточено все внимание, у него не было, а потому, устроившись на давно облюбованном им месте, в укромном уголке капитула, монах по своему обыкновению мирно клевал носом. При этом Катфаэль был, как всегда, готов мгновенно проснуться и вполне вразумительно ответить на любой вопрос, даже если не слишком хорошо его расслышал. Катфаэль принял постриг уже шестнадцать лет назад, принял осознанно и за все эти годы ни разу не пожалел о сделанном выборе. Как, впрочем, ни разу не пожалел и о той полной приключении жизни, которую он вел в миру. Ныне ему минуло пятьдесят девять лет, но он, как и прежний, оставался бодрым и крепким. Брат Марк в шутку сравнивал его с Бурсуком, дескать, такой же кряжистый, да к тому же и ноги кривоватый. Правда, к Марку Катфаэль был неравнодушен и позволял ему то, что другому не сошло бы с рук. Монах тихонько дремал, почти не посапывая. Строгие правила бенедиктинского ордена были ему не в тягость, ибо он ухитрился превосходно к ним приспособиться к полнейшему своему удовольствию. Погрузившись в сон, Катфаэль не приметил управляющего, робко вошедшего в зал капитула и смиренно дожидавшегося, когда аббат позволит ему говорить. Но стоило управляющему открыть рот, как монах мигом пробудился. — Милорд аббат, — промолвил управляющий, — во дворе обители дожидается делегация от городских цехов во главе с провостом. Они просят о встрече с вами и уверяют, что дело у них неотложное. Аббат Радульфус слегка приподнял ровные седые брови и сделал знак, милостиво дозволяя от города предстать перед его очами. Отношения между городом Шрусбери, раскинувшимся на одном берегу реки, и обителью расположившейся на другом, никогда не были особенно сердечными. Да и как могло быть иначе, если их интересы нередко сталкивались? Правда, споры и разногласия между ними никогда не выходили за рамки приличий. Ежели аббат и почуял, что в воздухе запахло грозой, то не подал виду. — Однако, — подумал Котфаэль, глянув на худощавое, резко очерченное лицо аббата и его проницательные глаза, — святой отец отлично знает, зачем пожаловала к нему депутация от Шрусбери. Именитые горожане вступили в зал капитула плотной фалангой, словно приготовившись к бою. В аббатство явился добрый десяток старейшин, которые представляли половину городских цехов, а возглавлял их сам провозт. Почтенный мастер Джеффри, прозванный в силу своего ремесла Корвизер, что на нормандском на речи означало «башмачник», был рослым, осанистым мужчиной лет пятидесяти. Он был гладко выбрит, деловит и исполнен чувство собственного достоинства. Сшитые им туфли и сапоги славились по всей Англии, и потому он прекрасно знал себе цену. Для визита к аббату провозт принарядился и, хотя из-за летней жары не надел длиннополой гильдейской мантии, выглядел он весьма внушительно, что, несомненно, входило в его намерение. Некоторых именитых горожан, столпившихся за спиной провозта, Котфаэль хорошо знал. Старшину цеха мясников Эдрика Флешера, мастера-плотника Мартина Белкота, серебряных дел мастера Реджинальда из Эстона. Все они обладали в городе немалым весом, но у аббата Радульфуса пока не было случая с ними познакомиться. Прошло всего полгода с тех пор, как он был прислан из Лондона, дабы навести порядок в слегка подраспустившейся провинциальной обители. Ему предстояло многое узнать о жителях порубежных земель, и аббат, человек незаурядного ума, это безусловно понимал. — Добро пожаловать, господа, — приветливо промолвил Радульфус. — Говорите свободно, мы выслушаем вас со всем вниманием. Городские старейшины низко поклонились и выстроились перед аббатом, расставив крепкие ноги, точно воины перед сражением. Лица их были сосредоточены и серьезны, как, впрочем, и лицо аббата. Катфаэль, которому доводилось присматривать за монастырскими атарами, тут же вспомнил двух баранов, обменивавшихся точно такими же взглядами перед тем, как шибиться лбами. — Милорд аббат, — начал провозт, — как вам известно, завтра открывается ярмарка святого Петра, которая продлится три дня. О ней-то мы и хотели бы потолковать. Условия проведения ярмарки вы знаете. На все время ярмарки в городе закрываются лавки и запрещается торговля любыми товарами, кроме эля и вина. Однако эль и вино будут продавать и на ярмарке, и в предместе, и потому в городе никто на этом не заработает. Целых три дня! Швартуются у монастырской пристани, и пошлины с них тоже достаются обители. И за такую привилегию аббатство отдает городу всего лишь тридцать восемь шиллингов, да и те мы получаем не без хлопот. Порой для этого приходится накладывать арест на имущество, арендуемое монастырем в городе. «Всего лишь тридцать восемь шиллингов», — промолвил аббат Радульфус, слегка приподняв седые брови. Правда, голос его звучал мягко, и выражение лица оставалось любезным. Но ведь эта сумма... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова